Что, по-твоему, они подумают, как только узнают, что ты творишь за закрытой дверью? Ребята, вы знаете, что происходит за закрытой дверью? В неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Ой, сука, песня последняя. Ребят, всем привет. Кстати, планирую с пятницы, я ничего не обещаю, не гарантирую, но с пятницы планирую продолжить стрим, потому что... Вы сейчас спрашиваете, когда стримы, я подумал, что пора. Я тут пока пытаюсь доки снимать. Видите, вот с тех пор, как не стримлю, доки стало чаще выходить. Ставь лайк, если доки круче с ним. Вообще, ребят, напишите, что лучше, регулярные стримы или регулярные доки-доки. Напишите в комментарии, без вас не смогу решить. Кстати, а, ну об этом я позже расскажу, а то не хочу оттягивать орла. Мне написали в комменты, сейчас считал под бесконечным летом, что типа что-то Exit Music давно нет. Ну а что давно нет? Вот она Exit Music, вот она, видишь, длинночлен. Это Сайора, Нацука, все дела. И новая шляпа, ребят, купил в ленте за 300 рублей. Причем мне ее купила Лиза, ребят. Ставь лайк, если тебе нравится новая шляпа. И помните, ребята, 500 лики и как бы следующая серия выходит прям завтра. Ребят, так грустно, 500 лайков вообще не набирается. Раньше из, раньше, помните, я говорил, тысячи и тысячи набиралось. Потом я говорил, 500 и 500 набиралось. А сейчас я говорю, 500. Всем насрать, всем плевать на меня. Хочу удалить канал. Ладно, пятенки, я удалю канал, надо сеть за Exit Music. Так, у нее, у нее просто ночка выдалась тяжелая и она сесет хуя. Ой, то есть, нет, я останусь дома. Уверена, моя мама закажет еду через Яндекс.Еда по промокоду, который оставил мне Евген. Развлекайтесь. Ребят, хотите, оставлю свой промокод на Яндекс.Еду, получится скидку в 300 рублей. Или 25 процентов. Я не помню, ну, короче, что-то вы получите. Оставить в последующем видео промокод или не надо? Напишите в комментарии. Байт, байт на комментарии, байт на лайки, байт на все, байт на мою ебаную жизнь. Сайер развернулась и пошла вниз по лестнице. Кстати, был на стриме у Зелева, Зелева сказал, что я единственный, кто снимает доки. Я вот не знал, мне радоваться этому. Или это было, как, знаете, то, что... Ну... Как то, что, типа, блин, все уже пошли дальше. Люди уже забыли про доки. Нет, Евген не забыл, Евген соседит и фапает на Нацуке. Нет, а почему нет? Никогда еще не видел ее такой. Я никогда не видел Нацуке в этом костюме, это правда. Даже когда она пыталась. Нацуке, оставишь меня на секунду? Угу. Это зачем? Мне просто надо кое-кому позвонить, срачно. Нацуке кивнула и ушла в конец коридора. Будучи обеспеченным молодым бизнесменом, я позвонил ее маме и спросил, А вам зять не нужен? Я объяснил ей, что Нацуке нужен зять, и она сказала... А, постой, Сайоре нужен зять. И она сказала мне, что нет причин для беспокойства. Она рассказала, что доктор дал ей немного антидепрессантов во время прошлого похода в Кранкенхаус. И сказала, что это может быть побочный эффект от препаратов под названием Курочка Гриль. Я дал ей знать, что я все еще беспокоюсь, и попросил присматривать за ее орлом. Мама Сайоре отмахнулась от меня деревянным дилда и пожелала хорошего дня. Продолжая волноваться за Сайоре, я побежал к Нацуке. Слушай. Знаешь, это когда ты хочешь спросить что-то неудобное, или, ну, такое не очень приятное для собеседника, ты всегда так похожи, говоришь... Слушай. Хочешь вернуться в клуб, или... Черт с двой, я туда ни за что не вернулась. Пока эта сука еще там... Постой, ты про кого? Кто, Моника? Моника играет на гармонике. В чем проблема? Я уже не помню даже, а в чем была проблема? В чем кончился предыдущий эпизод Exit Music? Ладно, но мне надо забрать свой портфель и вещички, так что увидимся у входа. Кстати, модов на Доки реально стало меньше, но при этом они стали качественнее. Все последние моды, которые выходили, знаете, они неплохи. Вот кровавые слезы. Нормальный же мод? Нормальный. Так, что еще выходило интересного? Ну вот, надеюсь, когда-нибудь, ребята, выйдет мод про эротический клуб, там, типа, секс-клуб Доки-Доки. О, я зашел к ним в Дискорд, ребята пишут, что, типа, они его разрабатывают, но знаете, как они там его разрабатывают. У кого-то школа, у кого-то работа, школьники и панные. Вот сидят, учатся, вместо учебы могли бы моды делать. Вот это я бы хотел. Кстати, если кто не смотрел на моем канале Бабку, посмотрите, играл первый раз, ребят, честно. Вот первый раз поиграл в Грэнни, в бабушку. Впервые в жизни, понимаете, для меня это был новый опыт. Новый опыт, новые впечатления. А вот как поиграл в Бабку, для меня это, понимаете, перевернуло мой мир. Ты согласна, что это перевернуло мой мир? Ладно, я подожду. Спасибо. Но поторопись, иначе я уйду с другим мужиком, ебаться. Я спустился по лестнице в клубную комнату. Постой, что ты спустился? Ты на том же этаже, где она находится, мы буквально за дверью. Ворвавшись в дверь, Юрий чуть было не спрыгнула со своего места, как обезьяна. А Моника, записывая что-то на новом сухом листе из своего блокнота, повернула ко мне орла. Что тебе надо? Не твое дело, мне тебе должно быть пихой. Наклонившись к своей партии, я взял свой портфель и накинул его на свои плечи. Как только я пошел к выходу, Моника пыталась привлечь мое внимание, раздевшись и показывая мне голые сиськи. Длинначлин, с тобой что такое? Я повернулся и посмотрел на нее взглядом, полным разочарования, потому что оказалось, что у Моники сиськи не такие большие, как кажется в этом пиджаке. Оказалось, что это все пушап. Что, блядь, с тобой такое, Моника? Начиная с того момента, как мы тебе случайно испортили весь фестиваль, ты только и делаешь, что отправляешь всю атмосферу в клубе. Ой, отравляешь, то есть. Ой, то есть, неважно. Ты без надобности нагрубила Сайори и Нацуки, никто из них не мог такое перенести психически. Они все ебнулись. Я понимаю, что это был грандиозный день. И что он представлял для тебя огромную важность, но ты не имеешь никакого права измазывать нас своим говном. И не думай, что я не слышал того, что ты сказала Юрцу. Я лишь отчасти говорил правду. Постой, ну. А почему отчасти? Типа, мы не знаем? Мы не знаем, что она сказала Юре? Мать. Мм, интрига. Муточка же такая странная, господи. Мод становится все более странным и странным, честно говоря. Я знал, что Моника что-то сказала Юре, но я не знал, что именно. О, вот как ли на член. Но ты знаешь, что она натворила, верно? Да, да, знаю. Постой, что она... Я не очень понимаю, кто что натворил. То есть, либо я забыл, либо я чего-то не знаю. Взгляд Юриста остановился на мне. Она выглядывала из-за своей книги. Нет, она, по-моему, выглядывает из-за своих волос. Ох ты, твою мать, что-то не так. Она была шокирована, но не поймала меня на обмане. Да, она пыталась устроить диверсию в клубе, мы знаем. Но она не хотела видеть новеньких. Но, кроме того, я еще заметила, как она вчера копалась в твоих канцелярских приодлежностях. Она хотела украсть у меня ручку, чтобы подрочить? Твою мать, нет, это, конечно, нельзя оставить без внимания. Ребята, это пиздец. Я только сказал ей, что она была эгоистичной сукой. Моника повернулась и показала пальцем на Юрия. Тебе меня не одурачить, Юрия. Я точно знаю, что здесь происходит. Моника, это уже слишком. Это каким параноиком надо... Затнись и слушай меня. Именно из-за тебя пришлось отменить фестиваль. Именно мне насрать, что Сайюри заболел. Конечно, Юрий хотел, чтобы я просто забыла об этом. И поэтому я скажу тебе то же самое, что уже сказала ей. Это мой клуб. Мы делаем то, что я говорю. Я понятно выразилась. Это мой ответ. Но есть еще кое-что. Юрий, можешь объяснить? И что? Да, я рыгнул. И что? Что-то не так? Я, понимаете, я... Как бы другие номера не рыгают? Я не понимаю, как можно сидеть, как бы ты записываешь видео. Ты выпил сок. Как бы ты выпил напиток из черноголовки. Мы с Лизой, кстати, видим вся рекламу. Ко Ольгу смотрели. Или вот из черноголовки. Под Новый год их реклама новая. С Дедом Морозом. И как бы мы с Лизой обсуждали. Типа, что вот мы представляем при словах черноголовка. И как бы Лиза сказала, что она представляет такой, знаете, член негра, из которого льется газировка. То есть я вот тоже это представляю. Еще я представляю сады Придония. Яблоко и черная смородина. Охуенный сок, ребят. Я его пью и просто испытываю соковый оргазм. Ну давай. Дарить всем подарки на Новый год. О, это я. Пошла нахуй, Юрий. О, Моника. Чокнутая сука. Ты разве не видишь, что это? Эй, эй. Не порежься на своих же остротах, Юрий. Чтобы Моника не имела под эти вину, Юрия была поражена в самую вагину. Будучи униженной, она бросила свою книгу на пол и плюхнулась на свой стул. Отпыхнув меня в сторону, Моника пошла к Юрии. Постой, она хочет ее трахнуть. Твою мать. Сейчас Моника трахнет Юрии. Она вышла из-за своей парты, отошла к кладовке. Моника пошла следом за ней. Я встал позади и смотрел на всю эту суматоху. Моника хочет трахнуть Юрия в кладовке. Если что, слово трахнуть значит не только то, что вы думаете, а еще ударить. То есть, как бы, трахнуть это и ударить. Просто, чтобы вы знали. Ох ты, твою мать! Черт возьми, они реально туда идут! Она схватила ее за запястье и задрала рукав! Сейчас что-то будет! Ох, какой позор! Ты просто не могла помочь себе, верно? Что я сказала Юрия? Юрия молчала, у нее был напуганный взгляд. Моника подошла ближе и пыталась остановить Юрия, посмотреть ей в глаза. Наверное, неясно выразилось Юрия. Что я сказала? Я не мог поверить собственным зенкам. Если я не заткнусь, то ты расскажешь всему клубу. Все верно. Если ты опять посмеешь оспорить мои лидерские качества, Юрия, то все узнают об этой херне. Все. Что, по-твоему, они подумают, как только узнают, что ты творишь за закрытой дверью? Ребята, вы знаете, что происходит за закрытой дверью? В неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Моя кровь закипела. Я уже был готов вырубить ее ударом своего деревянного дилду. Моника, что за бес в тебя вселился? Это Леша Шевцов? Ты сумасшедшая. Моника отпустила руку Юрия, отпихнула ее вместе с партой подальше от себя. Посмотрев на меня, она начала говорить. Хочешь увидеть безумие, длинночлен? Я покажу тебе безумие. Из своего школьного пиджака она достала аккуратно сложный лист бумаги. Кстати, на удивление, здесь нету гличей и... Ну, как вам сказать, типичных элементов доки, когда используются, типа, ну, всякие глюки игры, что, типа, это нереальность, это игра. Здесь почему-то этого нет, на удивление. Я сегодня еще, знаете, переел, принес вот это ведро из KFC себе на зло. Ну, знаете, из KFC хоть соси из вот этого места. А при этом, я не знаю, объелся, и так теперь голова болит. И прямо, я не знаю, такая тяжесть. Я думал, весь день кофе пить буду. Не знаю, ребят, надо завязывать с едой. Вообще, есть это вредно? Я больше не буду есть, ребят. Это последнее, вот, сегодня последний день, когда я снимаю это видео, когда я ем. Больше я есть не буду никогда. Это последний раз. Все, больше никакой еды никогда нигде. Она передала мне его прямо в руки. О, господи. Убирайся из моей головы. Так, а в чем прикол этого стиха? Я не понял. Вот это безумие! Что это за чертовщина? Ты хочешь сломать сетевой код Fallout? Стихотворение, которое Сайори отправила мне утром по имейлу к фестивалю. После этого она мне все рассказала. Это должна была быть ее предсмертная записка. Предсмертная пиписка? Да что, черт мой, перед собой происходит? Сайори она бы никогда... Моника! Я от недоумения покачал головой и стал делать зум-зум-зум-зум-зум. Не сказав ни слова, я выбежал из клубной комнаты, как бешеный краль. И побежал на стрим Глада Валакаса. Я спустился по свободным коридорам к выходу наружу. Я через окно заметил, как Нацуки уже стояла снаружи, и я офигел! Так, постой, ну вот мы снаружи. Все хорошо, длинный член. Я почему-то думал, что Exit Music, он как бы про Нацуки. Нифига не про Нацуки, слушай. Ты выглядишь немного. Со мной все будет хорошо, не бойся, я МВД. Просто Моника с катушек съехала. Все что ли? Черный экран? Победа? Победа или поражение? Я показал Нацуки стих Сайори. Пока мы ковыляли домой на своих кривых культяпках. Она тоже не поверила тому, что только что прочитала. Знаешь ли, на член, это Сириас Шит. Как думаешь, мы должны проведать ее? После того, что произошло раньше? Да, однозначно. В первую очередь, мы вернулись ко мне домой, чтобы снять свои портфели. Но я тоже так делаю, ребят. Прихожу в Макси, и как у себя дома, оставляю рядом с лентой в шкафчике свой рукзак. И потом хожу по Макси, как король. Я сегодня, кстати, купил себе новые футболки к Новому году. Ну, такие, знаете, новогодние, по скидке. Потому что, ну, скидка была большая. Я думал, куплю на 800 рублей, купил на 500. И был такой, аааа, круто. Я думал, куплю сразу много футболок. А потом подумал, что-то они все скучные. Не знаю, вот как-то раньше я заходил в Фанды, и там была куча крутых футболок. А сейчас зашел, и ничего интересного. То ли все разобрали, то ли к Новому году фантазия у их дизайнеров просто сошла на нет. А это был единственный магазин с большими скидками, и поэтому я больше никуда не пошел. Я люблю скидки, ребята, я признаю, это скидки. Это моя любовь. Я люблю их. Люблю больше, чем секс. Мы подошли к дому Сайори. Я постучал в дверь при помощи Дилда деревянного. Она вышла, она просто посмотрела на нас. Привет, Сайори, мы просто хотели проверить, как ты... Я в порядке. Я уже сказала вам. Я заказала пиццу, и как раз собиралась съесть ее. Пицца из ташира, надеюсь, не подгорелая. А еще я заказала крилья, куриные. Сначала было одно крыло, потом два. Надеюсь, сегодня привезут пять. А вы наслаждайтесь готовкой своего ебаного ужина. Она начала закрывать дверь. Подожди, Сайори! Я сунул свою ногу под дверь, прежде чем она успела ее закрыть. Она попыталась закрыть дверь еще раз, но уже сильнее. Моника передала мне Ито. Я потолкнул Надс, после чего она кинула, и передала Сайори стих про Гитлера. Ах да, я забыл, что отправляла ей этот стих. Упс. Слушай, Сайори, если ты захочешь повеселиться, или тебе вдруг надо будет с кем-нибудь побазарить, для нас члены я всегда рада тебя выслушать. Мы же друзья все-таки. Сайори натужно посмеялась, такая типа... Конечно, Нацуки. А где мне тебя искать? В доме, где живет длинно-член? Или у него в постели? Сайори закрыла перед нами дверь. Так она жестко ревнует, все пизда. И кажется, ей все равно на то, что Нацуки осталась со мной. Как друг. Я должен посидеть с Сайори и объяснить всю ситуацию. И лучше, скорее, чем позже. Мы с Нацуки пошли домой, чтобы поесть и подготовиться на завтра. Но что-то пошло не так. Тоже по... Твою мать, нифига себе, конечно, я живу. Ты посмотри, телевизор современный, шкафы, диваны из Икеи. Цветок тоже из Икеи. И Нацуки. Ну, Нацуки-то, походу, тоже из Икеи привезли. Кстати, тут в торговом центре рядом открылся такой, знаете, островок, в котором можно делать Икеи заказы. Прямо островок так оформлен красиво. Но отчасти я завидую человеку, который там сидит. Потому что на рекламе он отлично зарабатывает. И при этом... Типа, это удобная работа. Ты весь день просто сидишь в ВК. Это то, что я делаю. Ты просто сидишь в ВК, там видосики на Ютуб смотришь, ждешь, пока кто-то сядет и тебе за это платят. Не, ну типа, почему нет? Это же круто. Ну и делаешь заказы. То есть тебе там оставляют такой список. Ты такой, оп-заказ, оп-заказ, оп-заказ. И нормально. Вот понимаете, хорошая работа. Не знаю, может мне тоже этим заняться? Это как думаете? Может удалить канал и пойти продавать мебель из Икеи с доставкой в Смоленск? Как думаете? По-моему, это прибыльно. По-моему, это то, для чего я был рожден. Я не мог лзациски. Ну, как вы поняли, это очередной тупорылый монтаж. Длин, начлен. Да? У тебя осталось мало еды. Твою мать, это как оповещалка из какой-нибудь игры. Ну, знаете, типа, Раста. Так, типа, не знаю, там, Евгений Рус. Да? Что? У тебя осталось мало еды. Что? Кого? Ну и как мы сделаем ужин? Я не знаю. Давай сделаем его, вот как делают в Испании, тапас. То есть берешь пыль с полки, завариваешь из нее чай и получается тапас. Можем сделать пыльный чай, да? Ну, мы можем сходить по магазинам. Но быстро. До их закрытия осталось мало времени. Блин, магазины же работают по правилу до последнего клиента. Просто выбьем дверь, зайдем такие бэк, 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 батя в здании и берем все, что нам надо. Я открыл шкаф у двери и взял свой пиджак. Ты идешь? Потому что я не знаю, что мне купить. Я тупой. Снаружи очень холодно, а у меня кофты нет. Она у тебя дома? Нет, блин, начали. Ну, у меня вообще нет кофты. Я нищая. Я одолжил Нацуке свою кофту на время, потому что я жадный. Ну, поэтому на время, вы думаете. Ладно, пока побудем в таком виде. Я смогу пережить погоду, пока не дойдем до торгового центра. Ты уверен? Потому что я правда не хочу. Все хорошо, поверь мне. И раз я сказал, значит я сказал. Я мужик. Мужик хуем по попе вжик. Давай, нам надо поторопиться, пока магазины не закрылись. Как говорил Гэндальф, мы не должны останавливаться. Как только мы вышли из дома, нам в лицо начал дуть холодный ветер с запахом какиша. Нацуке торопливо надела мою кифту. Я сильно дрожал. Мы сели на автобус и поехали в магазин. Так твою мать, ну вы на автобусе едете? Это что, открытый автобус? Я не понимаю, где вы там мерзнете, если вы на автобусе? Я думаю, они пешком пойдут. По дороге автобус проехал мимо дома Нацуке. Она опустилась на своем сиденье, дабы не смотреть на него. Я ее понимаю. Все хорошо? Нацуке взяла меня за руку. Та-да. У нее паническая атака. Вскоре автобус доехал до нашей остановки и мы пошли в магазин. Так, где ты? Не успела закончить свое предложение, как Нацуке уже потащил меня к ближайшему магазину одежды. О, я по-моему помню его. Он был в моде Ау Ватайм. Помните, вот самый первый мод, в который я играл? Тот самый, который, ну, когда-нибудь, наверное, увидит свет. А может быть и не. Она сорвала с меня пиджак, пиждак, и передала его мне. Тут такая милая одежда. Я думал, она хочет меня раздеть и заняться со мной кексиком в примерочной, но, видимо, этого не происходит. О, длинная член, тебе нравится вот это? Постой, что мне нравится? Покажи, я не понял. Мне нравится, твою мать, новая одежда для Нацуке. Знаешь, от тебя очень идет. О, взгляни на этот шмарф. Он идеально подходит. Нацуке подошла к кассе, чтобы заплатить. Эм, Нацуке, откуда у тебя деньги? Ты что, обокрала Сайори? Эм, я... Ну, пришлось взять их у своего пацки. Ты их украла? Ты вор? Да итипедия. Это не кража. Ну, мне нравится так думать. Это обычно для выпечки, но иногда для манги. Я хотела накормить, накопить на коробочные издания ванильных девочек, но это намного важнее. Коллекционка? Продавец... Пробил ее вещи, и ценник вышел немного круче, чем Нацуке того ожидал. Она с неохотой вернула шаф обратно на стойку, где она его и нашла. У меня есть идея. Я взял шаф, пока она расплачивается на свой пиджак, и взял для себя еще черную шляпу. Я думал, он взял такой, спрятал его, а не выходит из магаза. И он такой... Нацуке! Сюрприз модафака, и он такой достает шаф из трусов. И она такая, ну как? А он такой, типа, а у меня трусы XXL. Вот так. Ну как, мне идет? Пожалуй. Меня устраивает. Я положил две вещи на кассу, и косер ухвыльнулся мне, пока пробивал мои вещи. Ухвыльнулся, потому что оказался гомосексуалистом. Нацуке ждала меня снаружи. За время, проведенное нами в здании, с Хованским, снаружи начало идти снег. Шарф был как раз кстати. Просто подожди. Кстати, насчет снега актуально. Снег. Видите, не зря я играю в это дополнение. Сейчас, когда уже как бы зима. Если честно, вот мод Exit Music сейчас скатывается. Было лучше. Сейчас Exit Music, я не знаю. По мне, ну с Моникой был интересный мэнк, она там с Юри подралась. Но в принципе напоминает мод, помните, история Нацуке. Который выходил летом. Его делала Совьет Тиан. Хороший мододел или мододелка. Я не помню, Совьет Тиан это девочка или мальчик. Я не помню. Кто знает, напишите. У нее кстати недавно еще вышел мод. Все равно обниму тебя. Про Сайори. Вот я думаю он будет следующий, в который мы поиграем. Вот этот мод как-то, ну я не знаю. Он какой-то, ну такой-то, что-то. Я вот хочу уже его пройти, как бы поставить точку. Забыть о нем. Потому что многие моды, мне кажется, которые я взял. Все-таки русский сюрприз хорош. Вот он себя временами показывает очень бодро, временами очень хило. Но в целом он показывает себя неплохо, конечно. Ну и лучший мод, в который мы играли, это по-моему какой? Ну вот Кровавые Слезы прям. Идеальный мод. Затягивает. Мне больше нравится, какая есть мистика. Я вот без мистики не воспринимаю. Просто подожди. Пока мы ждали, Нацуки начала дрожать. Как только снег начал идти постоянно, я какие-то. Автобус подъехал к остановке. Красивый снег. Если бы не холод. Да. Мы пошли к автобусу со своими вещами, размяли шеи и сели на задние места. Ставь лайк, если смотришь Евгений Русс, и когда я разминаю шею, ты тоже ее разминаешь. Кстати, ребят, вот у меня такой вопрос. А вы делитесь этими видео с друзьями? Вы делитесь этими видео ВКонтакте? Вот вы, которые сейчас смотрите видосик. Вы им поделитесь? Ребята, вы просто обязаны поделиться. Каждый, кто поделится видео, станет моим новым любимым подписчиком. Так вот. Мы пошли к автобусу со своими вещами и сели на задних местах. Но вместо того, чтобы как умные люди, вызвать себе Яндекс.Такси в Японии. Потому что, конечно же, оно там ездит. Но мы сели в автобус за 18 рублей. Я дал Нацуке сесть у окна. Мы молча сидели вместе и думали, а сколько стоят автобусы в других городах? Она начала обращать больше внимания на снегопад и ценники в автобусах. Романтичная концовка. Прикольно, если сейчас мод кончится и все кончится на том, что... Твою мать. Вот мне интересно, на чем может кончиться вот такой мод? Вот что может послужить катализатором моего конца в этом моде? Жаль, что его утром не будет. Он никогда не идет весь день. Да, хотелось бы, чтобы он шел подольше. Только в фильмах снег идет целый день. А в реальной жизни пошел снег, потом он растаял, потом ты по говну ходишь в говнодавых резиновых. Нормально. Слава Сашке. Нацука прислонил свою голову к моему плечу, не переставая смотреть в окно. Это прекрасно. Я обнял ее рукой. Мы сидели так оставшуюся часть поездки домой. Как только мы почти доехали до нашей остановки, я взял все наши пакеты. А вот он составился и мы вышли. Кстати, а сейчас вот идеальная возможность была бы перенести действие в лагерь совенок. То есть они едут в автобусе, оказывается, что это икарус. И, ну вы поняли, да? Я жду до сих пор мод, где будет кроссовер всех героев из доки в мире бесконечного лета. Но, как я понял... Понимаете, все эти классные моды никак не могут доделать. Я почитал, ребята там тоже заняты учебой. То есть, по сути, я не знаю, это так грустно. Вот все классные моды не доделывают. Вот что это за херня, а? Ну вот как так? Ну вот... Как так жить? Автобус оставился и мы нахуй оттуда вышли, блядь. Мы какое-то время шли до дома. Сейчас самое время для... Эй, длинночлен. А сколько ты отдал за эту шляпу? Я... Это не важно. По правде говоря, я понятия не имею. А потом зайду в Тинькофф и банк на мобильном телефоне посмотрю. Там, это, чек. Я купил ее лишь для того, чтобы удивить тебя. Я достал шарф из шляпы. Длинночлен. Ты тебе, правда, не надо было покупать мне шарф. Я знаю, что не надо было. Но мне было немножко пихой. Но мне хотелось. Я протянул шарф. После чего она выхватила его у меня из рук, чуть не оторвав мне пальцы и ногти. Намотав его вокруг своей шеи, она молча посмотрела. На меня нет. Хорошая работа с... С... Моделькой главной героини. С нацукой. То есть налепили шарф там новое... Новое пальто. Это выглядит... Нет, классно. То есть оно немножко шероховато вырезано, конечно. Но в целом это хорошая работа. То есть оно хорошо подогнанное. Ну в целом работа хорошая. То есть я ничего не хочу сказать. Знаете, я бы хуже сделал. Я могу в соответствии с тем заявить. Я бы сделал хуже. Сейчас я поднимусь повыше. А то кресло почему-то постоянно опускается под моим весом. Я стал таким жирным, что уже кресло подо мной опускается. Я сейчас вебку, наверное, приподнял. Ну, скорее всего, там я... Я сижу сейчас, наверное, вебку вот внизу вот так. В общем, ай-яй-яй. Неважно. Намотав его вокруг шеи, она лучше посмотрела на меня. Для ночлега я... О, господи! Они это сделали! Нацуки взялась за рукава моего пиджака. Я обнял ее и прижал к себе. Ее хватка немного ослабла. Прости. Не извиняйся. Ладно, я просто не могу остановиться. Сейчас нацукиваю. То есть Сайори возьмет и снопры выстрелит в голову Нацуки. И все, смерть. Все нормально, Нацуки. По сути, это очень здорово. И чего тут здорового? Кроме твоего дилдо. Спасибо, длинночлен. За все, что ты сделал для меня. Я... Я не хочу, чтобы это прекращалось. И я тоже. Мы стояли так еще какое-то время. В конечном счете, наше ответственность взяла верх, и мы отпустили друг друга. Я взял Нацуки за руку, и мы пошли в продуктовый махас. Мы взяли все ингредиенты, которые нам понадобятся сегодня ночью, и пошли домой. При этом мы не забили куску пить гусарские презервативы. Что будет дальше? Увидим ли мы папу Нацуки? Слушай, длинночлен, я могу взять у тебя пару пакетов. Не стоит. Сейчас моя очередь таскать тяжести. Боль в плече постепенно возвращалась, от чего было очень больно. Я изо всех сил старался ее игнорировать, как и Нацуки. Как только мы дошли до моего дома, я мельком глянул на окно в доме Сайори, и там горел свет. Я вспомнил про больничку. Кстати, у нее почему-то спальня на первом этаже, и вообще у нее, похоже, одноэтажный дом. Черт его знает. Я сказал ей, что буду всегда рядом с ней, несмотря ни на что. Нарушу ли я обещание, позволив Нацуке остаться со мной? Нет! Нет, я могу объяснить ситуацию с Нацуки. Сайори, конечно, поймет. Я знаю ее. Мы стояли у моего дома. Я поставил пакеты на землю, чтобы открыть дверь. Нацуки, пожалуй, в сторону ворота. Я не хочу заходить внутрь. Те, она и ко мне домой не хочет идти. Ну, что за дичь вообще? Невозможно. Пытаешься вот играть, пытаешься, не знаю, договориться с бабами, но они все равно творят какую-то хуя... О, что? Не сейчас. Я знаю, это звучит по-детски, но я хочу насладиться снегом. Да ладно, что такое? Почему они во дворе у... У... Для ночлега не могут снегом наслаждаться? Почему они не могут насладиться белой субстанцией, собственно, главного героя? Тоже непонятно. Совсем немножко. Ребята, вы любите снег? Ставь лайк, если любишь снег. Евген продолжает ботить на лайки. Угу. Ну, тогда жди тут, я скоро вернусь. Открыв дверь в дом, я тут же помчался к холодильнику. Я торопливо все сложил внутрь, неудавслужившись вынуть еду из пакетов. Нет, ну а почему нет? Я вышел наружу. На суке нигде не было видно. Плюх! Вдруг откуда ни возились. У меня в лицо прилетел снежок, состоящий из льда и навоза. Я отпрянул и был озадачен. Эй! Ты могла меня убить! Вот как. Если она хочет битву снежками, то я дам ей бритву снежками. Я спрятался за кустом, она уже сидела за другим. Я начал собирать бритвы. Я слышал ее шаги на снегу, после чего она высунула голову. Как только я выглянул, в меня прилетел еще один снежок от Нацуки. Хорошая попытка! Ха-ха! Я атаковал ее в ответ. Я попал ей в спину, пока она возвращалась к воротам. Нацуки вскрикнула и упала на землю. Стоя на коленях, она держалась за спину от боли. О боже, ты в порядке? Я что, запульнул в тебя? Шеринганом? Я подбежал к ней и встал на колени, дабы убедиться, что она не пострадала. Нацуки мне очень жаль. Нацуки сделала снежок и кинула его мне в ебало. Ааа! Я встал на ноги! Хихика забежала внутрь. Хихика то ли от боли, то ли от удовольствия, а может быть от всего вместе. Озадаченный и покрытый снегом, я сидел, пытался понять. What the fuck is this? Я отряхнулся и зашел в дом. Нацуки мало руки на кухне. На этот раз ты победила. Но не думай, что в следующий раз я так просто сдам своего орла. О, да? Она оставила воду включенной для меня. Я тоже помыл свои грязные, вонючие лапы. Я плеснул немного воды комнатной температуры себе в лицо и немножко выпил. Ааа! Это прекрасно! Ой, да ладно, могло быть и хуже. Я вытер лицо и руки салфеткой. Я открыл холодильник и начал выгружать ингредиенты на столик. Ты вообще соображаешь, что делаешь, длинночлен? Сядь на свою задницу, сегодня я готовлю. Ох ты, она жестокая женщина на кухне, признак жестокой беды. Не хочешь, чтобы я тебе паук? Ребят, как бы вы отреагировали, если вам надо было готовить, и нацуки такая, сегодня я готовлю. Я бы обиделся, потому что если я хочу готовить, то я буду готовить, и никакая нацука не сможет мне приказать обратное. Нет, я сама справлюсь. В смысле, ты сделал свою часть, перетащив все за меня. А это меньше, что я могу сделать, поскольку ты позволил мне остаться здесь. Я поджал плечами, я и не собирался отказываться от еды, которую готовят для меня нацуки, раз ты настаиваешь. Я сел за стол, если нужна помощь, я всегда рядом. Ок? Ты собираешься смотреть на то, как я готовлю? А это плод, что ли? Ну, не совсем. Возможно, ты захочешь обратить внимание на то, что я делаю? Учитывая, что ты чуть было не спалил в свой дом, как готовил тебе блины. Ой, да ладно, я просто, ну, я ради тебя отходил, и... Ай, ладно. Понимаете, один раз ошибся, и все, тебя всю жизнь будут потом попрекать. Я почувствовал, как кровь прилила к моему заду. Ты от меня так и не отстанешь, да? Не отстану. Нацуки спокойно передвигалась по моей кихне. Тебе, правда, нужно учиться распоряжаться своим телом на кухне. Готовка и выпечка должна быть веселая, а не быть занозной. В жопе. И если ты уж сильно нервничаешь, то ты, возможно, сделаешь что-то не так, и все пойдет нафиг. Так, Нацуки, это очень поэтично. Нацуки смеется во что бы то ни встало. По-моему, я услышал эту фразу на кулинарном шоу. Нацуки вернулась к своей готовке. А я сидел за столом и смотрел. Смотрел, как я сохраняю игру. Господи, в последний раз сыграл неделю назад. Ой, ну, видите, справился. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. И надеюсь, что... Я надеюсь, мы встретим отца Нацуки, который вернется к нам домой. И, ну, не знаю, уничтожит нас всех при помощи Рассенгана. Вот это было бы весело. Всем пока и до следующего Доки Доки. Стараюсь быть более регулярным. И помните, я люблю вас, ребята. Мои орлы, я люблю вас. До следующего. Субтитры сделал DimaTorzok